Почему вторичная недвижимость на Северном Кипре дешевле новостроек? Всем привет! Вы на канале Живой Кипр, меня зовут Айрат. Сегодня я покажу вам реальный пример. Готовый таунхаус, которого не нужно ждать 3 года и который дешевле рынка на 15-20%. Я расскажу вам все плюсы и минусы данного предложения, а также раскрою вам, почему на сегодняшний день на Северном Кипре покупка вторички выгоднее, чем покупка первичной недвижимости. Друзья, оставайтесь с нами до конца. В финале ролика я подготовил для вас специальный бонус. Не забываем подписываться на канал, мы начинаем. Ну что ж, друзья, давайте пройдем пешком, измерим расстояние от пляжа до проекта Royal Sun. Гости проекта Royal Sun попадают на пляж через подземный переход. Это удобно и безопасно. И что еще удобно, переход расположен аккуратно против нашего проекта, и нам не придется делать крюк. Пошлите. Итак, переход находится около магазина Dr. Lard, что тоже удобно, если вы забыли прихватить воду, лимонад, можно сюда забежать. Сейчас я скидываю геометку этой точки, и мы отмерим, сколько будет шагов до Royal Sun. Погнали! Дорога к пляжу от резиденции Royal Sun идет по широкому удобному тротуару, с зеленой изгородью. Здесь всегда тенистая дорога, она широкая, удобная. Даже если вы будете с коляской, с ребенком, вы будете в безопасности и комфорте. Друзья, ну что, мы подошли к входу в комплекс Royal Sun. Навигатор показывает, что расстояние пройденное у нас 850 метров. По прямой, конечно, это намного ближе, но и 850 метров, с учетом всех переходов, тоже неплохой результат. Хочу обратить ваше внимание, что на этом пятачке перед входом в комплекс сконцентрировано очень много инфраструктуры. Здесь есть неплохой супермаркет продуктовый, здесь есть парикмахерская, есть у нас здесь магазин мясник, есть магазин три медведя, это русские продукты сметаны, творог, сосиски, есть аптека, есть у нас здесь сувенирный магазин, есть здесь велосипедный магазин, и здесь у нас есть отличное кафе Нарин, это у нас считается как пекарня и такое кафе эконом-класса, и дальше у нас есть спортбар. Хочу отметить, что это одно из самых заведений популярных на Лонгбиче, и он работает по выходным практически до утра. Итак, мы попадаем в комплекс Royal Sun через КПП, здесь работает шлагбаум, охрана 24 на 7, приватность, безопасность гарантирована. Сам комплекс очень приятные впечатления производит, здесь комфортно находиться, жить, гулять. Я бы отметил, что это большой плюс, здесь спокойная, тихая и очень приятная обстановка. Застройщик занимается строительством на Северном Кипре уже более 50 лет, это очень крупный известный застройщик, он ведет самые дорогие масштабные проекты, Ocean Life, Alley Residence, Riverside и многие-многие другие. Застройщик надежный, строит качественно и всегда с гарантией срок. Итак, друзья, весь комплекс Royal Sun построен на участке земли, который имеет обменный титул, это очень хороший, безопасный титул для иностранцев. Многие собственники вот на своем гардене сажают цветы, зеленые насаждения, создают красоту и вообще комплекс очень уютный, спокойный, здесь комфортно и безопасно находиться. Наш сегодняшний таунхаус стоит 245 тысяч фунтов. Итак, друзья, давайте смотреть таунхаус. Наши таунхаусы стоят по двое, то есть у вас будут соседи за стенкой, как называемые детач виллы. Здесь у нас с главного входа небольшой полисадник, здесь можно сажать цветы. Застройщик здесь всем посадил по одной пальме. Вот такая терраса уличная, парковочное место, все это земля только ваша, земля принадлежит также вам. И здесь у нас вот такая отличная зеленая изгородь разделяет ваш участок и соседский участок. Ну и сзади нашего таунхауса также расположился участок земли. Здесь мы видим, что даже выполнен заборчик, калитка, то есть есть некая приватность. Ну что, друзья, давайте осмотрим таунхаус. 2 плюс 1 с двумя санузлами. Площадь данного таунхауса, не включая террасы, 120 квадратных метров. Давайте посмотрим. Так, друзья, хочу сказать, дому 5 лет. Он обжитой. Здесь живут сейчас арендаторы, и покупатель может, в принципе, забрать их вместе с домом и получать уже доход с самого первого дня владения. Хочу отметить, что вся бытовая техника, вся мебель достается покупателю. Здесь также уплачен налог КДВ. Поэтому вот такие, отмечив, что это как дополнительные плюсы для покупателя. Что здесь сделал хозяин? Здесь мы видим, что он отделал деревом лестничный вот этот чулан. На полу мы видим ламинат светло-деревянного цвета. Также хочу сказать, что здесь полы первого этажа полностью укомплектованы опцией теплый пол. Двухзонное управление. Это гостиная и кухня. Теплые полы для зимы. Вещь очень удобная, практичная. Вам будет тепло и комфортно эти 2-3 месяца, когда на Кипре относительно прохладная погода, сырость, теплые полы. Вещь совершенно незаменимая, очень классная. Скажем за это бывшему собственнику огромное спасибо, что мы имеем тут бытовую технику. Джон Бьюис не знает такого бренда, но выглядит в холодильнике весьма прилично. Здесь есть микроволновка, печка, варочная поверхность, посудомоечная машина в Занусе. Кофемашина, наверное, тоже достанется чудесная. Все окна у нас укомплектованы сетками противомоскитными. Здесь мы видим еще у нас жалюзи висят. Система управления теплым полом. Удобно, когда квартира продается. Ухоженная, готовая к эксплуатации. Вам не придется ничего докупать, ничего ремонтировать. Это очень удобно. Вы можете сразу начинать жить, либо сразу сдавать ее в аренду. Итак, давайте еще раз осмотрим первый этаж. Здесь у нас небольшая зона прихожей. Вот гардеробчик такой расположился. Отметим это в минус этого таунхауса. Здесь нет зоны прихожей. И вы сразу попадаете вот на лестничную клетку, скажем так, и здесь расположили место для вещей. Здесь у нас расположился компьютерный столик. В принципе, пространство довольно-таки эргономично здесь распланировано. Все удобно, прилично выглядит. Вообще, квартира производит приятное впечатление. Здесь отсосительно свежий ремонт. Здесь у нас расположилась кладовка под лестничным пространством. Многие располагают там сушку, либо просто хранят свои вещи. И санузел первого этажа. Вот такой большой телевизор Sony. Достается покупателю кондиционеры инверторного типа Fuji Cool. Кстати, такие стоят у меня дома. Кондиционеры хорошего качества. Что хочется сказать про кухонный гарнитур. Он также небольшой, как и все в этом таунхаусе. Вот эти верхние панели выглядят вполне красиво. Такой кремовый цвет. Нижнее под дерево часть кухни. Столешница из МДФа, клееного пленкой. И хочу сказать, что столешницу я бы поменял на искусственный камень. Фартук у нас из вот такой керамической плитки. Мойка из искусственного камня. Видно, что мойку поменял хозяин. И здесь у нас есть выход на террасу заднего двора. Здесь у нас расположилась задняя терраса и гарден. Земли, как вы видите, немного. Но здесь достаточно места для пальмы. Может быть, посадить помидоры. Можно поставить барбекю. В общем, на ваше усмотрение. Многие делают на крыше барбекю. Некоторые делают вот здесь. Ну, мы видим, что наш владелец не садовод. И даже не потрудился здесь газом посадить. Поэтому у вас будет возможность воплотить свои фантазии в садоводстве. И здесь, думаю, мы увидим какие-то красивые цветы. Ну, либо что-то на ваш вкус. Очень популярны здесь у наших соотечественников помидоры. Давайте смотреть второй этаж. Лестница у нас достаточно широкая. Уклон не крутой. Достаточно безопасно и комфортно подниматься на второй этаж. Здесь мы попадаем на вестибюль, скажем так, коридор второго этажа. И у нас здесь второй санузел и две спальни по разной стороны. Итак, первая наша спальня, она у нас выполнена под детей. Здесь двухъярусная кровать для детей. Вместительный шкаф-купе расположился. Сама спальня небольшая. Здесь 12-13 квадратных метров площадь. С выходом на балкон. Балкон около пяти квадратных метров. Вторая наша спальня также небольшого размера. Здесь расположилась у нас огромная кровать. И шкаф расположился у нас за дверью. Также мы имеем выход на террасу. Здесь она даже побольше, чем предыдущей спальной. И смотрит на улицу, на основную дорогу. Хочется отметить, что здесь очень высокие потолки. Два девяносто или три метра. Обстановка вокруг на улице очень спокойная, комфортная. Соседи все респектабельные. Многие наши респонденты отмечают, что здесь жить очень приятно и комфортно. Так, еще один лестничный пролет. Со второго этажа мы поднимаемся на террасу нашего тамхауса. Это плоская эксплуатированная кровля. Коридорчик второго этажа у нас небольшой. Но здесь хочется отметить, что здесь есть у нас раковина. Это удобно, если вы собираетесь пообедать на террасе на крыше. Вы можете здесь помыть что-то, порезать что-то. Какой-то готовочный стол. Ну и мы видим, что здесь хозяева распорядились этим пространством. Расположили здесь стиральную машину. Не знаю, насколько удобно это, что стиральная машина находится наверху. Пишите это в своих комментариях. Но, наверное, это сделано еще и потому, что белье местные жители сушат на террасе на крыше. Поэтому, в принципе, это может быть и логично. Ну что, друзья, мы на плоской эксплуатируемой крыше. Терраса на крыше. Еще одна изюминка, еще большой жирный плюс этих таунхаусов. Она порядка 30 квадратных метров. Ориентирована она как на задний двор, так и на передний фасад, на основную улицу. Здесь у нас есть выводы под отопление. Здесь у нас расположилась уличная мебель. Достаточно удобно здесь и комфортно проводить время. Здесь также у нас есть небольшой балкончик, скажем так, который ориентирован на главный фасад. И многие собственники здесь выполняют остекление, выполняют крышу. И вы тоже можете это сделать. И по примеру других закрыть полностью эту крышу и пользоваться ей по своему усмотрению. Можете здесь дополнительную комнату делать, либо еще что-то. Многие наши соседи поступили именно таким образом. Обратите внимание, пентхаусы тоже многие закрывают. Это пространство. Вот там, там. Это здесь абсолютно легально. Делать это не запрещено. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы приехали? Здравствуйте. Меня зовут Ирма. И мы приехали из Ирландии. Из Ирландии? Из Ирландии, да. О, круто. Из Ирландии я еще ни у кого не брал интерьера. Да, мы там жили 17 лет. Мы литовцы из Литвы, но и здесь приехали за солнцем. За солнцем? Я смотрю, вы такие раздетые. Да, потому что из Ирландии. Здесь уже все в пуховиках ходят. Хорошо. А где вы живете? В аренде? Или вы купили что-то? Мы купили здесь в Ройлайфе только студия у нас, но хотели бы что-то побольше, если будет возможность. Круто. А если вы в Ройлайфе, что вы сделаете в Ройлсане? А здесь у нас самое лучшее, у вас у нас кафе, мы обедать приходим и очень нам нравится. И вот на массажах, на этот комплекс, да, здесь просто проходиться. У нас этот Ройлайф очень маленький, а здесь уже много места и красиво очень тоже. Отлично. Нравится вам Ройлсан? Да, 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 очень. Ну, здесь летом еще будет лучше. Да, я верю, я была в прошлом лету, и у нас друзья живут здесь, то Ройлсаня, то да, да, круто здесь летом. Отлично. А скажите, пожалуйста, как в целом вам Северный Кипр, как вы находитесь здесь? Ну, очень хорошо пока. Как я и говорила прежде, самое главное это солнце, это климат, это вот зима, такая зима, это как просто чудо. И другое, что очень-очень нравится, это еда, это все овощи, все, потому что в Ирландии это фишн-чипсы, бургеры и так вот. И классно, и очень красивая природа, конечно, и люди очень тоже хорошие. Хочу отметить, что вторичка в Ройлсане очень популярна и пользуется постоянным спросом. Я периодически получаю запрос именно на этот комплекс. И связано это в первую очередь с его локацией и с тем, что здесь разнообразные планировки, разнообразные корпуса. Здесь есть трехэтажные корпуса, есть пятиэтажные корпуса, есть высокоэтажные корпуса и малоэтажные наши таунхаусы 2 плюс 1, 3 плюс 1. Так вот, здесь есть клиенты всегда, кто-то ищет здесь квартиру на граунде со своим садом. Очень часто бывают запросы на пентхаусы именно в этих высокоэтажных блоках, тоже очень удачный вариант планировки. Ну и сами таунхаусы всегда в тренде, всегда пользуются спросом, всегда на расхват. Это таунхаусы в проекте Ройлсан. С инфраструктурой в Ройлсане все в порядке. Территория большая, зеленая, ухоженная, красивая. Есть бассейны, спортзалы, рестораны, все необходимое. Мы уже не раз показывали этот комплекс. По инфраструктуре у него хорошая твердая пятерка. Сейчас мы вам покажем с дрона, как все выглядит на сегодняшний день. Уверяю вас, сдается он хорошо. Жить здесь очень приятно. Итак, друзья, обещанный бонус. По ссылке в описании вы можете получить доступ к закрытым продажам от надежных застройщиков Северного Кипра. Объясню, что такое закрытые продажи. Наша компания, одна из крупных компаний Северного Кипра, работает давно и зарекомендовала себя как надежный партнер с многими застройщиками. Так вот, мы одни из первых узнаем о старте продаж. Даже не о старте, о планах застройщиков. И мы одни из первых имеем возможность как бронировать, так и выкупать апартаменты по самой интересной, по льготной цене на пресейле. Помимо того, что у вас есть полный выбор и вы можете выбрать абсолютно любую квартиру. Нужный этаж, нужный вид, нужная сторона света. Вы также получаете максимально выгодную цену, ну и дополнительные скидки до 20%. Друзья, это по-своему уникальное предложение, а мы каждую неделю узнаем о новых планах самых надежных застройщиков Северного Кипра. По-моему, это очень интересное предложение. Также у нашей компании имеются уникальные лоты на рынке вторичной недвижимости по самым вкусным ценам. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, сегодняшняя информация была вам полезной. Пишите комментарии, понравился ли вам сегодняшний таунхаус. Ну а я прощаюсь, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. С вами был канал Живой Кипр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok